Правительство России обсуждает новую редакцию кодекса об административных нарушениях. На сей раз поправки предложило Министерство юстиции, которое рассчитывает вести их в действие с 1 января 2021 года. Сейчас самая важная часть кодекса для водителей – это глава 12 – административные правонарушения в области дорожного движения. В проекте нового кодекса глава, которая вдобавок пополнилась тремя статьями, носит номер 21. Суть идеи Минюста – ввести накопительную систему и за повторные нарушения наказывать жестче. В существующем кодексе повышенные штрафы или лишения прав предусмотрены только за самые серьезные проступки. В будущем же лишиться прав будет реально, если трижды не пропустить пешехода. Вполне ожидаемое нововведение – появление штрафа в 5000 рублей за опасное вождение. Кроме того, в документе впервые упомянута конфискация транспортного средства, например, за ДТП с жертвами. А вот отмена так называемого «нештрафуемого порога» в проекте не прописана. То есть за превышение скорости на 19 км в час наказывать не предлагают. Хотя штрафы вырастут многократно. Настолько, что новый премьер-министр России Михаил Мишустин уже заявил, что предложенные тарифы для многих россиян будут просто непосильными. По словам премьера, в России пока нет такого роста зарплат, чтобы настолько ужесточить наказание. Проект Минюста нашел противников и в самой Думе. Поэтому не факт, что все поправки будут утверждены. Например, за накопительную систему наказаний Госдума в первом чтении голосовала еще 4 года назад. И с тех пор законопроект завис на паузе. Субтитры создавал DimaTorzok